Продолжение следует... Продолжение следует... Возникают такие погодные аномальные условия, когда дует сильный ветер и дорогу заметает буквально в течение 15 минут, как только начинается снег. Сама территория, по которой мы сейчас едем, расположена в Манчегорском районе. В непосредственной близости от города расположен завод под названием Норникель, он же Кольская ГМК. На 99% погодные условия здесь изменились с того момента, когда был основан этот завод и основан сам город Манчегорск. Изначально это было поселение, основанное в 1935 году. Градообразующим предприятием был именно вот этот завод металлургический по переработке горной руды и по производству полезных ископаемых. За многие годы работы этого завода в атмосферу выбрасывалось огромное количество загрязненных вредных веществ, что привело к полному вымиранию тайги в непосредственной близости от завода. Впоследствии будут вставлены видеозаписи с квадрокоптера, которые я снимал уже в другой поездке в город Манчегорск. И на кадрах прекрасно видно, что деревьев нет, есть какие-то непонятные только кустарники и то, которые очень плохо выглядят. Вот. Дрон мне пришлось запускать в условиях сильнейшего ветра. Я, если честно, переживал за то, может ли на таком ветре летать дрон. Но ради красивых кадров, для того, чтобы передать атмосферу, мне пришлось запускать дрон. Сейчас вы видите горы, которые расположены вокруг дороги. Дорога проходит непосредственно между двух, а может и больше, гор. Ветер здесь дует как в трубу. И местные жители, и те, кто ездит по этой дороге, согласятся со мной в том, что на этой дороге в зимнее время всегда сильнейший шквалистый ветер. И можно сказать, что постоянно заметает эту дорогу и двигаться здесь довольно-таки проблематично. Я как-то разговаривал на заводе с местным жителем, и он пошутил, что завтра он поедет в лес, чтобы насобирать мончегрибов и брусникеля. Как бы шутки шутками, но окружающая среда здесь очень сильно засорена. Я посмотрел данные за 2018 год, и официально значится, что в атмосферу города было выброшено более 45 тысяч тонн загрязненных веществ. Изначально был выброс 224,5 тысячи тонн, ну а дальше каким-то методом большая часть была типа обезврежена за 180 тысяч тонн, и в итоге в атмосферу всего выбросило 45,5 тысяч тонн загрязненных веществ. Но все мы умные люди и понимаем, что не все загрязненные вещества в атмосфере учитываются, и не зря этот город назван одним из самых загрязненных городов по России. А мы непосредственно уже проехав город, поехали дальше и поехали, скажем так, громко сказано, потому что после Мончегорска есть несколько подъемов затяжных и с хорошим углом наклона. И в общем на одном из таких подъемов мы остановились, и дальше огромными усилиями, включив блокировку, включив антибукс в ручном режиме, для коробки автомат пришлось ее перевести в механический режим, мы кое-как поднимались в гору. Я специально вам все это снимал, по причине того, что кадры интересные, мало кто знаком с работой дальнобоя, особенно в зимних условиях. И я снял, чтобы вы посмотрели. В гору заползал я очень-очень долго, еще слава богу, что у меня была новая резина, и что мы благодаря новой резине смогли с большими усилиями все-таки заползти. Был бы я гружен, я бы заехал на 99% без проблем, потому что была бы грузом придавлена ведущая ось, и это мне позволило бы спокойно, пусть может не на большой скорости, но спокойно залезть в эту гору. А так как у меня нагрузки на ведущую ось не было никакой, по причине того, что я ехал пустой, мне мешал ехать в гору мой полуприцеп, который якорем висит за тягачом. И, в общем, все эти условия сложились в одно, в то, что мы практически не могли подняться в подъем. На протяжении получаса я заезжал в одну из горок, которая расположена после Манчегорска, если ехать в сторону Апатит. Но, слава богу, мы в нее все-таки заехали. Хочу отметить, что я обычно всегда с собой беру цепи. У меня специальные браслеты, которые сделаны из цепей, которые одеваются на колеса для того, чтобы проходимость была лучше. Но я, как осел, еще думал их взять, но забыл. Впоследствии оказалось, что я их с дома забрал, а забыл, что они у меня остались в багажнике моей легковой машины. И в тот момент я сидел и думал, жалел о том, что я их забыл взять. Одев браслеты, мы бы уверенно и спокойно заехали бы в этот подъем, потому что уже не первый год я их использую. И с уверенностью могу сказать, что они очень сильно помогают в таких вот подъемах, когда едешь пустой. После того, как мы забрались в горку после Манчегорска, несколько десятков километров я проехал свободно. Но потом мы подъехали к городу Апатиты. А если ехать по трассе Р-21, то как раз будет поворот налево в город Апатиты. Издалека я уже увидел, что на подъеме тоже стоят несколько машин. Здесь такой же затяжной подъем, как и после города Манчегорска. И я смотрю, что машины забраться не могут. Посыпалка посыпала там где-то впереди. А данное место было не обсыпано, и подниматься было невозможно. Я пешочком прогулялся, посмотрел, что только 3 или 4 машины стоит. И решил попробовать левее от них, по центру дороги, попробовать подняться. В общем, с дикими усилиями на новой резине я смог это сделать. У меня отрясло машину, потому что она подпрыгивала. Но каким-то образом она ехала. Здесь я снимал. Не видно, что у меня. Мой прицеп сейчас образует букву Л. Получается, что у меня тягач под углом в правую сторону, а прицеп циркулем складывается в другую сторону. И в общем, я каким-то чудом поднялся, не зацепив коллег, которые не могли заехать. И дальше уже было попроще. В общем, ехал-ехал и доехал до Зеленоборского поселения, о котором я ранее рассказывал, в котором находится Книжегубская гидроэлектростанция. Сейчас сверху появится подсказка. По ней можете перейти, посмотреть очень интересное видео, которое я снимал как раз-таки в этом месте, где мы сейчас едем. Дальше было уже ехать проще, потому что здесь температура начала повышаться. То есть, было уже не минус 3, а в районе 0. Ехать стало проще. И мы поехали дальше. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарий, почему не понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok